Я думаю, что сегодня был искренний футбол, много эмоций, за что футбол, в общем-то, все и любят. Единственное, что огорчает, много нашибались, за что нас соперник наказал, а в нашем исполнении, я считаю, хороший по содержанию матч получился, неплохо начали, повели в счете. Единственное, что не хватило развить преимущество, когда были моменты для этого, соперник вернулся в игру, и в конце качали такие много эмоций, много переживаний, счет на табу. Владимир Владимирович, в сегодняшнем матче было несколько кадров перестановок, вместо матрича Ховшел-Кучинский, также выиграли схемы с двумя нападающими, вместо Кико Ховшел-Фаги, с чем связаны эти изменения? Кико травмирован, в остальном мы в любом случае сейчас находимся в поиске, мы ищем различные сочетания, совершенствуемся, стремимся попробовать различные варианты состава. В любом случае, я думаю, что это идет на пользу, и все-таки мы придем к тому, что мы хотим от ребят, я думаю, что хотелось бы качество игры, чтобы улучшалось над этим работой, к этому стремимся. После таких матчей самый популярный вопрос, это потеря двух очков или все-таки пригресение одного? Мы сейчас уже пленочку назад не отмотаем, уже счет окончательный есть, нужно по-разному к этому относиться. Конечно, обидно было по игре, так как мы начали упускать преимущество, ну и отдать должное, в очередной раз проявили характер, когда надо было отыгрываться. Мы отыгрались, и все-таки ехали за победой, но получилось ничем. Можно есть вопрос? Для вас Брест, чужой город, начинает здесь свою карьеру, после матча вы даже похлопали болельщикам. Не первый раз уже возвращаетесь в качестве тренера в Брест, каким это было ваше возвращение с точки зрения эмоций, противостояния, скажем так, с трибунами, то, что ваша команда вынуждена была? Ну да, правильно заметили, я в 91-м году здесь начинал играть в футбол в команде «Динамо Брест». Мне очень теплые воспоминания остались и от этого периода, и второй раз я сюда возвращался. Здесь достаточно гостеприимные, хлебосольные люди живут, мы до сих пор поддерживаем отношения, мы до сих пор общаемся, и всегда это приносит радость, положительные эмоции. Мне приятно всегда находиться в Бресте и говорить, общаться, контактировать с теми людьми, с которыми мы поддерживаем такие дружеские отношения. Последний вопрос, буквально, так, взгляд со стороны, сейчас в Бресте у нас был один тренер, сейчас другой тренер, и как они получаются стабильно наладить такой набор очков? Вам, как вот, очевидно, вы изучали то, как команда наша играет, со стороны какие-то, может, не знаю, есть какая-то надежда, что все-таки в будущем все наладится? Есть какие-то позитивные моменты, которые вы могли бы отметить? Ну, конечно, мы изучали соперника, просматривали игры, которые они провели до нас, до сегодняшнего дня. Мне некорректно говорить про команду соперников, я просто хочу пожелать удачи, и чтобы все получилось так, как здесь задумали, потому что, видите сами, невзирая на любую ситуацию, болельщик на трибуны ходит, поддерживает, и достаточно приятная была атмосфера сегодня находиться на стадионе и, ну, почувствовать себя футболистом. Спасибо.